Добро пожаловать на мой канал Меню Недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня поделюсь классическим рецептом традиционного армянского торта Микадо. Делается он просто и довольно быстро. Начинаю с приготовления крема. В жаропрочной кастрюльке смешиваю сахар с желтками. Потом вливаю молоко, перемешиваю и добавляю какао-порошок. Снова перемешиваю до однородного состояния и ставлю кастрюлю на огонь. Постоянно помешиваю, чтобы избежать свертывания желтков, довожу эту смесь почти до кипения, до первых пузырьков. Заварная масса при этом немного загустеет. До смешивания с маслом я ее полностью остужаю. Как только заварная масса остынет, приступаю к окончательному приготовлению крема. Масло комнатной температуры взбиваю в течение 5 минут до пышного состояния. Потом, не прекращая взбивать, начинаю добавлять варенную сгущенку по 1 ложке. Затем в это карамельное масло добавляю шоколадный заварной крем и хорошо перемешиваю. Оставляю крем в сторону и начинаю готовить коржи для торта. Смешиваю сметану с содой и жду, пока не появятся пузырьки. В другой миске взбиваю сливочное масло до пышного состояния, а потом, не прекращая взбивание, добавляю по одному яйцу сметанную массу. Теперь постепенно добавляю просеянную муку, каждый раз хорошо ее вымешиваю до гладкости. У меня получается однородное эластичное тесто, которое я разделяю на 8 частей. Каждый кусочек тонко раскатываю, получаются пласты большого размера почти с противень. Потом с помощью формы отмечаю будущие края торта. Просто кладу форму на слой теста и слегка прижимаю. Выпекаю коржу. В разогретой до 180 градусов духовке доели заметной золотистости. Если передержать, коржи будут слишком сухими и плохо пропитаются кремом. Достаю коржи и еще горячие обрезаю по намеченным линиям. Получаю одинакового размера коржи заготовки и обрезки, которые потом измельчу и украшу в бока торта. Теперь собираю торт. Складываю коржи один над другой, каждый смазываю порцией крема. В конце остатками крема обмазываю и бока, заполняя все пустоты. Украшаю бока Микадо измельченной крошкой из обрезков теста. Вверх посыпаю натертым шоколадом. И оставляю при комнатной температуре где-то на 3 часа для пропитки. Затем отправляю в холодильник. За полчаса до подачи достаю торт из холода. Так его будет легче нарезать. Традиционно армянский торт Микадо нарезается небольшими порционными ромбиками. Я делаю именно так и подаю к столу как пирожное. Вкусного чаепития. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которое я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok